Добрый вечер, уважаемые слушатели! Добрый предпраздничный вечер! Ну, я думаю, вполне логично, что сегодня мы будем педалировать именно эту тему в основном. Сегодня отличная погода, весна, солнце и ощущение такое какое-то предпраздничное, да. Все это благодаря вам, уважаемые наши женщины, девушки, дамы, дочери, мамы. Ну, еще раз повторю, я, наверное, сегодня все два часа буду периодически к этой теме возвращаться. Ну, так вот, по крайней мере, у меня сегодня происходит в жизни. И тема сегодняшнего бизнес-класса, она напрямую связана с этим прекрасным весенним праздником, потому что мы сегодня будем говорить о рынке цветочном в России, рынок доставки цветов. Вот это тема сегодняшней программы. У меня в гостях очаровательная бизнес-вумен, правильно, Ольга, так можно назвать? Ольга Шарова, арт-директор компании florist.ru. Добрый день, Оля. Ну, прежде всего, с наступающим, да, хотя я тебя за эфиром уже поздравил. Но я так еще раз уже не буду. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашему разговору. Традиционно у вас есть такая возможность. Звоните по телефону 6510-996, код Москвы 495, либо пишите нам на сайт компании финам.фм, задавайте свои вопросы, ну и просто можете поделиться радостным, наверняка, причем я подчеркиваю, радостным настроением. Еще раз повторю, в преддверии этого замечательного праздника. Ну что ж, начнем разговор, Оля, и давайте какой-то вопрос. Я такой, наверное, не очень конкретный, или наоборот, я приоткрою интригу, хотя наверняка это не тайна, да, если человек накануне 8 марта говорит, что я немножко подустал, то это вполне логично выглядит, правильно? Потому что действительно сейчас горячие деньки для представителей вашего бизнеса. Вот, и это видно даже и по улице, я тоже сегодня прошелся в поисках цветочков. Ну, слава богу, сейчас все-таки это не такая проблема. Я вспоминаю, там, несколько лет назад, ну, еще советские времена, надо было поискать, умудриться найти цветочек. Сейчас, слава богу, слава богу, это не проблема. То есть, другими словами, Оля, вот вопрос такой, да, сейчас цветочный бизнес, цветочный рынок в России, он достаточный, да, достаточно убедительный, да, достаточно большой. Расскажи, пожалуйста, как это? Ну, вы сами правильно сказали, что сейчас, глядя на нашу улицу и наших мужчин, которые сегодня бегут цветами, и женщины, которые бегут цветами, уже подарены им, у нас огромный рынок и огромный спрос. Вот, что я могу сказать, что рынок делят сейчас в основном две компании, мы и наш конкурент. Серьезно? Да. Мы где-то отхватили по 30%, вот, остальные 40, ну, это мелкие компании, это аналогичный нам интернет продажи и розница, скажем так. А мы говорим о рынке, как о доставке, да, то есть, вы везете откуда-то, да, соответственно, у вас есть точки розничные и... Нет, мы работаем по-другому, у нас есть партнерские магазины и есть свое производство, огромное производство, где уже отсюда мы с помощью нашей логистической компании везем в различные точки. Замечательно. Вот, кстати, по поводу производства. Я вспоминаю, опять-таки, может, это сейчас уже не очень актуально, но когда этот рынок после Советского Союза, после распада Советского Союза формировался в России, да, мы все время обсуждали тему, что все цветы ненастоящие, они приходят откуда-то из Голландии, естественно, полуживые, и сразу же потом они вянут на следующий день или вечером этого же дня. Сейчас, я так понимаю, все иначе выглядит, да, если ты говоришь, что у вас есть собственное производство? Да, конечно. Нет, мы не производим цветы, мы их не выращиваем, мы также их заказываем из Голландии, но так как сейчас очень серьезный контроль качества, да, и доставки, и поставки цветов в Россию, то они отменного, ну, вида и качества, и, в общем-то... То есть можно доверять, да? Да, они не умирают так, как в прошлом, потому что сейчас, конечно, везут хорошие фуры с этим хорошим температурным режимом, и, ну, в общем, цветок три дня там у нас срезали, а сегодня вы его уже получили, скажем так. Три дня, хорошо, три дня там у нас срезали, вот они три дня, он где-то в пути, наверное, ему нелегко было. Ну, это я максимально вам говорю, да. Хорошо, максимально. Вот, потом, значит, я его приобрел и поставил в вазочку, и сколько он еще простоит-то у меня? У меня три еще нет? Нет, нет, конечно, зависит от цветка, от самого. Я могу сказать, цветы есть некоторые, которые стоят и две недели. Вау, это точно пластмассовые какие-то? Нет, это просто такие цветы. Вот, если... А как они называются? Альстромерия, например. Альстромерия. Хризантема. Хризантема, да? Да, только нужно покупать именно голландский вариант, потому что есть Голландия, есть Эквадор. Эквадор в чем-то свой, ну, свои сорта роз, да, свои плюсы. А у Голландии свои плюсы. Ну, в общем, Альстромерию лучше покупать, конечно, из Голландии. И она у вас простоит до двух недель. А у вас, кстати, главные поставщики, я так понимаю, это голландцы, да? Ну, мы работаем со всеми поставщиками, но в основном, конечно, Голландия. Оля, тогда вот такой вопрос. А почему так, ну, видимо, исторически сложилось, да, что вот весь цветочный бизнес завязан на Голландии? Что нигде больше цветы эти не растут? Растут, но я так думаю, что уже исторически это как раз сложилось. Потому что, да, я вот смотрю, многие пытаются, и Израиль пытается вырастить цветы, и Италия. То есть везде же тепло, да? Да, да. Что нужно для цветка? Нужна земля, ну, я извини, да, я сейчас не с точки зрения профессионала, а свое представлю, что нужно для цветка? Нужен климат, везде тепло, вот везде более-менее, да, климат похожий, ну, там, земля, удобрение, там, что-то еще, желание, наверное, да, огромное. Так вот, почему в Голландии это так, а в Израиле никак пока? Ну, честно, не могу ответить на этот вопрос. На твой взгляд? На мой взгляд. Ну, я говорю, это исторически просто сложились, они на этом уже столько лет делают деньги. Я смотрю фотографии, там, в столетней давности, когда они выращивают огромные плантации тюльпанов и гиацинтов и поставляют еще сто лет тому назад во всю Европу, а в Израиле в это время об этом и никто и не думал. Так что я думаю, что поэтому. То есть уже какие-то исторические корни просто, да, там, все это, замечательно. Хорошо, в этом случае давай поговорим о том, какие предпочтения, ну, сейчас, поскольку мы, так сказать, вещаем, да, на, естественно, Россию, мы говорим о наших согражданах, какие предпочтения у россиян, вот, так сказать, в выборе цветов? Ну, я могу сказать, что это все зависит от праздника к празднику, да. Вот, если вот сейчас говорить именно про 8 марта, то, конечно, в основном берут весенние цветы, то есть все, что напоминает весну. Ну, конечно, самый популярный тюльпан, вот, потом идут, конечно, гиацинты, фрезии, сейчас в моду входят незабудки, вот мы сделали пилотный вариант с подснежниками, вот, ну, подснежники голландские, не те подснежники, которые... Ну, да, которые в Красной книге, да? Нет, не те. И, кстати, вот, да-да-да, известная история, когда мимозу торгуют, она ведь тоже, да, запрещена? Вы знаете, мы... у нас есть мимоза, но она итальянская, то есть это тоже специально выращенная, сертифицированная. Я, знаешь, сейчас о чем подумаю, смотри, я купил у вас подснежник или мимозу, иду-иду себе по улице... Мы даем, мы его можем выдать вам... Во-во-во-во, у меня останутся милиционеры, я ему доказываю, что нет, дружище, посмотри, это же не наши подснежники, вы видите, что даже пахнет иначе. Нет, во-первых, они, конечно, крупнее, они выращенные, это... Искусственные, можно сказать, ну, в какой-то степени. Ну, в какой-то степени, да. Но они похожи на подснежники наши, но не такие замученные, вымученные, которые вы покупаете вот у местных торговцев вот на рынке. И эти подснежники, конечно, дольше будут стоять у вас, они не умрут завтра, как вы говорите, вот. Ну, и, в общем-то, и вид у них чуть-чуть более интеллигентный, скажем так. Понятно, ну, то есть это, можно, наверное, сравнить, да, что наши подснежники, они в дикой природе, да, а это все-таки в неволе. А это галантус, если это подснежник, а это галантус, как бы так. Галантус, слово самое хорошее. Да, да, да. Галантный такой. Здорово. Ну, так о предпочтениях, тем не менее, то есть вы, ты хочешь сказать, что предпочтение зависит именно от праздника, да? Да, я хочу сказать, что 14 февраля, вот у нас отгремело недавно, да, ну, там масса красной розы. То есть мир помешан на красной розе. Ну, мир помешан на 14 февраля, прежде всего. Да. Вот, ну, там все красно-белого цвета, иногда вкрапление розового, то есть, ну, вот такие цветы. Ну, в основном это роза, конечно. И тоже начинают идти весенники тоже, ну, розового-красного оттенка, вот так скажем. Тоже розочки, да? Розочки, гиацинтики, тюльпанчики, все то же самое. А вот, ты говоришь, да, есть цветы, напоминающие весну, да, или там какие-то весенницы. Это по каким признакам определяется? По цветовой гамме или как-то? Ну, нет, это не цветовая гамма, это, наверное, какое-то настроение, я думаю, что-то бутонизированное, да, потому что весна это что-то напоминает вот начало жизни, да. Естественно, цветы, все, которые напоминают начало жизни, это бутон, поэтому, в общем-то, я думаю, что тюльпан у нас и символизирует весну, скажем так. Хорошо. Так, значит, тогда надо поговорить нам сразу, ну уж поскольку мы о цветах конкретно заговорили, есть ли разница между тем, что предпочитают москвичи, например, да, жители Подмосковья, и жители, так сказать, каких-то отдаленных регионов России. И, кстати, от чего зависит эта разница, если она есть, конечно. Да, разница большая, скажем так, ну, это пропасть. Да, потому что я, вот как арт-директор нашей компании, я создаю коллекции отдельно для Москвы и отдельно для других городов России. В каждом городе у нас отдельный каталог, потому что и проблема не во вкусах людей, которые живут в том или ином городе, а проблема в том, что не всегда наши партнеры могут достать цветы, которые у нас есть в Москве. То есть не все, не в какой-нибудь там Южно-Сахалинский не могут достать цветок, допустим, пион, а в середине февраля в нужное время, в нужный момент, скажем так. Ну, хорошо, Южно-Сахалинский действительно прилично от Москвы, а если взять чуть ближе, Рязанская, Рязань, Владимир, Тверь, вот прям по кругу. Ну, я могу сказать, что то же самое, потому что мы выезжаем, ну, вы прекрасно понимаете, выезжаем 100 километров от Москвы и... И другая жизнь. Другая жизнь, да. Там люди хотят, они стремятся, и мы в этом году сделали новые какие-то проекты, чтобы хоть как-то начинать заставлять наши регионы работать с цветами, с интересными цветами, и уже расширить свое мировоззрение, что не только существуют розы, не только существует хризантема, гвоздика, а какие-то более элитные интересные цветы. Я понял, сейчас прервемся, мы послушаем новости, потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжим наш сегодняшний предпраздничный, не побоюсь этого слова, эфир, и тема, и гостья, и настроение, да, и все вокруг, это говорит именно об этом, что мы сегодня радуемся жизни, потому что праздник замечательный, весенний праздник. Мы поздравляем наших очаровательных девушек. Тема сегодня «Светочный бизнес в России», рынок доставки цветов. И в гостях у меня Ольга Шарова, арт-директор компании florist.ru. На всякий случай я напомню для вас, уважаемые слушатели, есть телефон в студии 6510996, код Москвы 495. Также есть сайт компании finam.fm, вы можете использовать все это для того, чтобы задать вопрос или поделиться собственными мыслями на эту тему. Итак, рынок цветов в России, рынок доставки. Ну, кстати, давай сразу, Оль, продолжим разговор именно о доставке. То есть я представляю, по крайней мере, сам в своей жизни. Я решил купить букет цветов, я остановился где-то, зашел. Слава богу, есть достаточно сейчас мест, где это можно сделать. А доставка – это все-таки несколько иная история, правильно я понимаю? Да, конечно. Как это выглядит? Ну, вы заказываете... Ну, извините. Вы заказываете цветы на сайте, показываете, в общем, букетик, который вы решили подарить своей или возлюбленной, или маме. Вот, и в течение трех часов после вашего заказа, после того, как вы... Ну, проходит оплата, наш курьер поставляет вам букет. Оплата проходит, я так понимаю, кредиткой, иначе... Да, ну, там нет, там очень много способов. Да, это и пластиковая карта. Ну, не наличными в любом случае, да? Нет, почему? Почему нет? Существуют еще и наличные деньги. Вы можете приехать на наше производство и оплатить наличными. Или есть другой вариант, вы можете курьеру передать уже при поставке. То есть он привез мне, да, я посмотрел, все нормально, расплатился, и он поехал дальше. Да. Хорошо. Значит, я, естественно, каким-то образом, да, на сайте нахожу то, что меня устраивает, да, и делаю заказ. Ну, вы кликаете, да, делаете заказ, вам устраивает этот букет. Есть два варианта. Вы можете позвонить в клиентскую службу, и она вас проведет и подскажет, как можно заказать этот букет. Вот. Или вы можете сами, если вы уже сами разобрались, конечно, нажимать эти кнопки, и в конце концов получите букет через три часа. Но если вы заказали именно доставку через три часа. А есть еще другая доставка? Нет, вы можете заказать завтра или после. Я максимально, как мы можем привезти букетик. Я понял. Замечательно. Ну, а если вот я, ну, опять предположу, наверняка то, что, тем более ты же арт-директор, правильно? То есть какой-то степень... У тебя, да, на совести все, что я вижу на сайте, да, в плане букетов. Ну, тем не менее, если вдруг, да, попался привередливый такой клиент, его не устроят. Такие бывают. 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 И как быть тогда? Значит так, смотрите. Есть... Вы делаете заказ. В этот момент этот заказ поступает у нас в клиентскую службу. И если... Это клиентская служба. Ну, у нас очень большая компания сигнализирует сразу производство. Там очень много т-д-д-д-д. Звеньев очень много. Звеньев, я не буду это описывать, на производстве, там, на складе нету красной розы. Ну, это, конечно, не бывает, я вам сразу говорю. Ужас. Ну, допустим, да, нету какого-то цветка. И одновременно, буквально в несколько там секунд возвращается информация этому же клиенту, что такой цветка не существует сейчас. Или мы можем его, допустим, найти только завтра, да. И вам предлагает, вам сразу отзванивается клиентская служба и говорит, ваш букет такой-то, такой-то заказ, такой-то, такой-то. Хотели бы вам предложить замену. И, допустим, вместо красной розы какой-нибудь оттенок там какой-нибудь, да. Вот, и вы соглашаетесь, не соглашаетесь, и начинается вот это общение. И уже, в конце концов, клиент должен оказаться... Мне понравилась фраза твоя. И начинается вот это общение. Да. Я уже представляю, что это за общение. Нет, это самое главное общение, когда с клиентом, когда если вдруг чего-то у нас нет. Это бывает редко, но бывает. Или если вы хотите какой-то эксклюзив. Допустим, есть второй вариант, что если вам, вы заглянули на сайт, на наш, и вам ни один букет не понравился. Да, ну бывает такое. И вам нужно, или вам нужно что-то этакое, да. И вы, конечно, звоните в клиент, ну вы набираете наш бесплатный телефон, и отзвонитесь в клиентскую службу, и клиентская служба вам должна в течение там какого-то 5-10 минут сказать, мы сможем, не сможем, и в какое время. То есть это очень большая цепочка. Ну, и производственная, что называется, внутри бизнеса. Да, и в конце концов, в общем-то, вы можете получить именно то, что вы заказали. Бывает другой вариант. Если вы хотите заранее, до того, как вам привезли, у нас есть такая услуга, мы фотографируем ваш букет с вашим номером заказа, и высылаем вам на электронный ваш адрес, и вы получаете его, и вам не нравится. А вы поправьте то-то или то-то. То есть если у вас нет времени этим заниматься, конечно, вы просто кликаете, набираете тот букет, который, ну, есть. А если вам есть время этим заняться, или вы где-то находитесь далеко, а ваше любимое находится еще дальше, то, конечно, вот такая услуга у нас существует. Это так сложно, мне кажется, нет? Это очень легко, у нас очень, это настолько все запрограммировано, и это очень делается все в течение нескольких минут, поэтому я не думаю, что это... Я, знаешь, подумал, у вас прям как в Голландии, у них все это, да? Уже да. Я могу сказать, что за 15 лет работы компании, я могу сказать, что все настолько отлажено, что очень редко, когда возникают какие-то проволочки. Это здорово. Это здорово, ну, и в этой связи тогда логичный вопрос, а кто люди, кто эти люди, которые у вас работают? Ну, я расшифрую, да, мне всегда интересно, ну, цветочный бизнес, наверняка ведь, да, нет у нас, даже не наверняка, очевидно, да, нет профессионального образования, да, или там должен закончить, я не знаю, университет, какой-нибудь ботанический факультет, он будет знать, немножко разбираться в этом деле. К сожалению, у нас даже такой профессии нет. Вот, 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 но это далеко от того все, да, он знает, там, пестик тычинка, да, а если говорить вот о неком, о неком эстетической составляющей, да, у него может ее и не быть. Вот, кто эти люди, а как они приходят в этот бизнес, ну, и ты в частности, как ты там очутилась? Ну, хорошо, смотрите, ну, во флористический мир, конечно, попадают в основном творческие люди. Ну, очевидно, да. И творческих профессий, художники, окончившие Строгановку, ну, это я говорю про профессиональный уровень. Конечно, конечно, исключительно. Я не говорю про ларьки, там, я, это мы, да, мы не касаемся. Я, более того, после нашего эфира, я даже их теперь замечать-то не буду, оказывается, вон все как. Вот, люди, которые окончили мархи, Строгановку. Расшифруй, мархи это у нас архитектурные, да. Это, вот, как раз, да. Вот, как раз сказала Оля, это я понял. Вот, дальше, ну, мы учимся, флористы учатся всю жизнь, могу сказать, что, например, я могу, ну, вот, не было года, что бы я не окончила. Это и фото какое-то, и живопись, и история искусства, и история костюма, потому что флорист профессионально связан со всем. Конечно, и ботаника, и как вырастить это растение, и как его за ним ухаживать, и как его преподнести, и как сделать так, чтобы это было вам красиво. То есть, если профессиональный флорист, он с любой точки зрения профессиональный. Он и красиво вам отрисует проект, он вам и красиво его посчитает, потому что это надо, ну, и здесь суметь все сделать. Красиво посчитает, мы сейчас о деньгах говорим, да, красиво посчитает, мне нравится. Вот, надо сделать все красиво людям. Так что, я думаю, что у нас на производстве работают, конечно, профессионалы. Вот именно такие, да, именно такие люди творческие. Ну, у нас жесткий отбор, я вам сразу скажу, в нашу компанию очень сложно попасть, вот, особенно флористам. Да, потому что... Ну, конкуренция, да? Конкуренция большая. Внутри компании, да. Да, да. То есть, за место можно побороться, скажем так. Ну, это здорово, это здорово, потому что в любом случае мы же говорим, да, конкуренция – это благо, потому что она не дает расслабляться, правильно? В сериале чувствуешь, как тебе в затылок дышат, да, и ты говоришь, нет, надо мне еще и курсы живописи, да, еще и курсы там макраме пройти, потому что у меня будет конкурентное преимущество, естественно. Конечно. Это здорово. Ну, в любом случае, смотри, если мы говорим о этом бизнесе, ну, наверное, преимущественно, это люди творческих профессий, которым нужно, вот, как тебе, да, что-то придумывать, что-то творить, что-то сочинять, а есть же, наверняка, какой-то технический персонал, я так представляю. Конечно, у нас существует, у нас, во-первых, работает это логистический отдел, это логисты, да, курьеры, у нас работают склады, два склада, это склад готовой продукции, откуда отгружаются уже готовые букеты, и склад сырья. Это люди, которые знают тоже цветы, то есть это какие-то сельскохозяйственные техникумы и т.д. и т.п. Вот такого уровня. Кстати, если мы говорим опять, да, о цветах, всегда интересен ассортимент. Ну, вот мы начали, да, в предыдущей части как раз рассуждать на эту тему, ну, классический вариант, вот розочка, хризантемка, там, я не знаю, гвоздиков, да, в какие-то моменты, вот, и, наверное, вот я-то, ну, тюльпан, да, весенний цветочек. А есть ли какая-то экзотика, да, естественно, кто-то... Ну, у нас во флористическом мире экзотикой называют, конечно, тропические в основном растения, да, это орхидные... Ну, то есть в буквальном смысле экзотика. Да, да, ну, а если так говорить экзотика, то, конечно, очень много. Это компанулы, это колокольчики, это ромашки, это маргаритки, это... Ну, извини, экзотика, это всегда что-то отличающееся, да, от среднего. Ну, да, я вам говорю красивые названия. Да-да-да. Нерине, то есть ахилея, агапантусы, алхимилы. Ахилея как-то не очень звучит, нет? Ну, ахилея, но зато... Ахилея. Но зато выглядит неплохо. Выглядит красиво. Так вот я о чем говорю. Основной спрос наверняка, да, вот он как раз на, ну, не какое-то такое среднее представление о цветах, ну, такой распространенный, да, попсовый такой, да. А вот эта экзотика, насколько часто она встречается, и кто за экзотикой обращается? Опять это какие-то наверняка люди непростые, да? Вы знаете, за экзотикой в основном обращаются... Нет, я могу сказать, что по-разному. Конечно, это не корпоративные клиенты, да, которых много. Это, конечно, частные физические лица, скорее всего, это мужчины. Это мужчины. Да. То есть вот мотивацию мужчины, что он вдруг девушке своей не букет, а роз... Что-то необычное, да. А он вот хочет, да, как-то так представить себя, вот смотри, какой я, да? Могу сказать так, что если в процентном соотношении 30 на 7, 70 процентов все равно гипсофила с красной розой, а 30 это где-то вот уже хотят экзотики, уже нас перенасытились. Отличиться, да? Отличиться надо. Да. Отличиться. И в этой связи у вас возникают проблемы, да? Ну, понятно, вот если розами я торгую, у меня есть поставки там из Голландии, и все, и вроде... Машина это работает, да, колесо крутится, а потом бах, и меня поставили в тупик, потому что захотели звезду с неба. И где ее искать-то, я не знаю, или как минимум я могу в сроки не уложиться. Есть такая проблема? Или у вас все наготове? Вы знаете, наготове. Реально? Да. Здесь такая ситуация, что уже у нас есть каталог, у нас есть ассортиментная матрица, и уже в ней представлены... И все, что в каталоге, оно в принципе у вас в наличии? Да, оно есть. Уже в наличии лежит в холодильнике, оно вас ждет и постоянно поставляется, да? Если вы захотели какую-то... Извините за свой сленг флористический. Распистурцию... Нормально, во, во, боже мой, я буду записывать. Значит, первое было, мне очень понравилось, ахиллея. А это вообще красота, распистурция. Это так цветок называется? Ну, конечно, нет, это просто так назвали. А, вот, вот, да. Это что-то, это нечто, что вы хотите. Да. Если вы захотели вот что-то, нечто, то, конечно, нашей службе потребуется какое-то время. Но я могу вам сказать... Ну, какое, кстати, какое? Ну, день. Нет, да нет, ну, я вам даже, наверное, соврала, может быть, полдня где-то. Ну, это и немного? Нет, ну, да, это достаточно много. Иногда люди не хотят ждать. Для распистурции полдня это практически ничего, согласитесь. А, в принципе, я могу сказать, что, наверное, 99% заказов у нас выполняется. 99%, а тут 1%? 1% это то, когда мы разводим руками и говорим, мы все обыскали, мы всю Москву объехали, обижали, но мы не нашли. Опа, вот она распистурция. Хорошо, мы сейчас вновь послушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим разговор. Ну что ж, друзья, продолжим. Продолжен наш сегодняшний праздничный эфир. Цветочный бизнес в России. Такова тема бизнес-класса. Рынок доставки цветов нас сегодня заинтересовал, что логично, наверное. И в гостях у меня еще раз я представлю Ольга Шарова, арт-директор компании florist.ru. Есть телефон в студии 6510-99,6, код москвы 495. Есть сайт компании finam.fm. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Я, причем, забавно, Оль, я подумал, что некоторое время назад мог бы разразиться шквал звонков, и все мужскими голосами бы спрашивали, Оля, где цветов купить? Где цветов? Все кончились. Точку скажите, где можно цветов купить? Ну, сейчас, слава богу, уже в другие времена живем. И, тем не менее, есть вопросы. Вот один из них я прочту. Светлана из Москвы пишет нам, вам точнее, Ольга. А что у вас в фирме? Ну, и, в принципе, мы сейчас не будем говорить конкретно о ваших услугах. А что, в принципе, можно заказать интересного для компании? Можно сделать подарки для партнеров или клиентов из цветов. И, соответственно, тоже предпочитается доставка. То есть мы сейчас, отвечая на этот вопрос, обсудим тему корпоративного, да, что ли, обслуживания. Потому что наверняка есть вот отдельная история, когда дяденьки, да, звонят и говорят, принесите мне вот такой вот распестурцу. Мне очень понравилось, извини. Вот. И другая совсем история, да, когда корпоративный клиент, вот, наверняка он еще более привередливый. Расскажи, пожалуйста. Вы знаете, мы обожаем этих клиентов. Они самые сложные, да, потому что с ними работы гораздо больше. Вот. Я могу даже вчера пример рассказать. Давай, давай, давай. Ну, вот у нас одна из компаний заказала букеты, и директор попросил, он захотел, да, присутствовать при сборе всех этих букетов. Вау, вот так директор. Да. И мы обожаем... Подожди, он, вот, извини, пожалуйста, да, немножко, может, не по теме вопрос. Вот директор почему? Он такой занудый просто, этот директор. Да, он сказал, что я хочу контролировать качество. Качество, да? Чтобы каждый... Он просто так переживает, понимаешь? Нет, он хотел именно лично присутствовать, качество проверить каждого букета. Тело хозяйское. Да, ну, в общем-то, мы говорим, что мы работаем круглосуточно, и сейчас, как бы, там можно, конечно, приехать, мы, конечно, можем обеспечить вам. Да, посадить тебя в уголочек. Да, пожалуйста, но вы будете, во-первых, вмешать там огромное количество людей, и все двигаются как огромный механизм, и лучше не мешаться в этом, да? Вот. На что он ответил? Нет, мы предложили ему другой вариант, что каждый букет мы будем фотографировать. Вау. То есть все его букеты будут отдельно сфотографированы, мне пришлось приехать ночью, вчера ночью, именно с этим клиентом работать, сфотографировать каждый букет, выслать ему на почту, причем этих букетов достаточно много, и после того, как он только это получил, он сказал, да или нет. И здесь вот уже с этими клиентами, лично я иногда сама, я давно уже не, ну, я занимаюсь другими вещами. Ну, понятно, ты арт-директор, естественно. Да, но я сама спускаюсь и начинаю уже делать букеты, потому что именно к этим клиентам у нас самое чуткое отношение, у нас отдельный корпотдел, где сидит, да, где сидит замечательная женщина, которая за любой косяк, связанный с корпотделом, она, в общем, конечно... Расстрел. Расстрел, да, поэтому к этим клиентам... Ты прокопативно, когда начала, у тебя фраза такая, мы этих клиентов очень любим. Любим, потому что... Это в кавычках было? Нет, 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 вы что? Ну, если они вот такую жизнь устраивают, нелегкую вам... Нет, это нелегкие клиенты, но с ними интересно работать. Это самые интересные клиенты. И у нас даже под них, вот под эти вот корпоративные праздники, под профессиональные праздники, у нас создаются отдельные коллекции. У нас под каждый праздник, если у нас какой-то вот, допустим, там, День бухгалтера или День медика, у нас вы всегда на сайте найдете отдельную вкладку, где будут интересные, необычные, креативные... Тематические. Тематические. Ну, вот Света как раз спрашивает, она говорит, можно сделать подарки для партнеров или клиентов из цветов? Что-то интересное. То есть специальное, что-то, да? Да, мы можем все, что угодно сделать, именно выразить или ваши мысли, да, цветами, или есть у нас свои задумки. Я, знаешь, о чем подумал сейчас, ну, о празднике все-таки. Есть, ну, День рождения и торт, да, как обязательное дополнение. И на торте пишут, значит, кремом, там, да, днем рождения, дорогой, или свадьба, или рисуют что-то. Я так понимаю, примерно то же самое, да, можно... То же самое, мы делаем все, что угодно. Вот я, когда столкнулась вот именно с профессиональными праздниками, это настолько непочатый край, я смотрю, что во флористическом мире сейчас не очень большое внимание уделяет именно вот этим вот интересным праздникам. Ты сейчас, наверное, свои какие-то бизнес-секреты рассказываешь, люди слушают, говорят, опа, вот она, свободная ниша. Вы знаете, я вот потряслась, насколько это интересно работать в этом. То есть когда ты создаешь что-то креативное, интересное, и мы всегда ждем. Вы даже, извините, внутри компании у нас ставки, но купят вот это, закажут, да, именно вот к этому празднику. И, представляете, заказывают. У нас такое всегда, вот это интересно, это драйв. Ну смотри, ты что-то новое делаешь, и ты всегда будет это востребована, и нужно это кому-то не нужно. Естественно, ты в напряжении. А потом, когда, да, вот спрос на это пошел, ты понимаешь, да, вот я попала, правильно? Я попал в струю, я сделал то, что востребано. Ну это здорово, естественно. Для творческого человека в любом случае это победа, да, это всегда подъем. У нас есть звонок, давай послушаем его. Кстати, мужчина звонит. Илья, добрый вечер, вы на линии говорите. Алло, добрый вечер. Ну, хотел сначала поздравить вашу гостю наступающую. Спасибо, да, да, да. Солнечной погодой. А вопрос у меня немножко такой технический. Откажите, пожалуйста, как происходит, насколько большой процент уходит в утиль? Потому что, я же так понимаю, не все букеты раскупаются заранее приготовленные. Логично, да, логично. Вот насколько большой процент закупаемых цветов и все, что с ними связано, уходит в утиль? Просто, на мой взгляд, это интересно, почему? Потому что, я так понимаю, что это загладывается в стоимость букетов, которые покупают. Да, браво, браво. Мы с Ильем по-мужски сейчас, да, рационально. Спасибо, Илья, спасибо. Скажем так, смотрите, процент в нашей компании, могу вам раскрыть, не знаю, секрет или не секрет, но не превышает трех процентов списания. То есть, по сути, да, у нас это небольшое списание. У нас, понимаете, крупная компания, поэтому сидят очень много аналитиков, которые заказ делают, грамотные, профессиональные. Я вот не видела того, чтобы у нас где-то был промах в этом. Мы заказали цветы, и они в огромном количестве протухли в холодильнике. А букеты у нас не протухают. Смотри, теоретически может такое видеть. Теоретически может. Я понимаю, что вот, ну, о чем говорит как раз вот Илья, спасибо ему за вопрос, да, но вот здесь настолько хорош бизнес, я вам сразу хочу сказать, да, что у нас заранее есть клиенты, бланки заказов, да. У нас уже заранее мы прогнозируем, и я могу сказать, что, ну, пока вот, ой, извините, я переплюнулась. Да, что мы не ошибались. Нет, это здорово, это говорит, прежде всего, о вашем профессионализме. А тем не менее, если в принципе об этом поговорить, смотри, вот есть, опасность такая существует, действительно, назаказывали огромное количество, положили в холодильник, спроса нет, ну, маркетологи, кто там, да, промахнулся, там, логично, кто-то промахнулся. Это наш убыток, да, на списание. Ну, у нас, я могу сказать, нет, я вот, я про себя, я очень долго, я тоже 12 лет в флористическом бизнесе, да, я могу сказать, да, есть такие компании, где закладывается процент списания именно уже в ваш букет, да, и вы в будущем, ну, об этом не знаете. Да, да. Ну, вот, я еще раз, это правда, у нас, к сожалению, ну, к радости, ваше, такого не существует, и мы берем все риски на себя, причем, ну, риски во всем. Здорово. Я опять, извини, у меня, видимо, как-то по-другому, да, ассоциативный ряд у меня по-другому работает. Смотри, я сейчас вдруг подумал, что, наверное, в этом смысле можно говорить о некой похожести. Вот я смотрю, допустим, на продуктовый ритейл, и там, естественно, тоже, да, такие риски существуют. Вот привезли огромное количество, положили в холодильник, ну, и не купили, да. И что происходит? Там есть такая возможность, да, некие, ну, наверное, не очень порядочные, да, торговцы, они начинают товар, да, не первой свежести, как у Булгакова, превращать каким-то образом. Суперакции. Ну, не знаю. А, или вы имеете в виду, что... Разными, нет, разными, они либо суперакции, да, там, цены сбили, вот давайте, там, либо, может быть, натирают чем-то. Ну, понятно. А, в принципе, с цветами такого невозможно сделать, оживить их. Хотя я, о, подожди, я вспоминаю, это было давно. Ну, это, опять, это, видимо, креатив конкретного торговца. Значит, я покупал букетик, давно это было, букетик роз. И аккуратненько, он был в целлофановой упаковочке. Ой, вы мне сейчас рассказываете такую историю. Серьезно. Да, я просто уже знаю. Вспомнила? Да. Я просто хочу сказать, что это есть, это и сейчас. Почему, говорите, ну, такие люди... Ну, это точечный случай, видимо, да? Нет, это не точечный случай. Я могу сказать, что вы идите за пределы, там, крупной компании, любой, вот, не обязательно нашей, да, и вы можете получить такой же эффект. Вот вы открываете ваш букет, вместо зелени, там, внутри проложен целлофан, вместо роз это все на клею. И вместо... Вот был... Ну, видимо, сломалась она, ну, жалко выбрасывать, они решили. Иначе вот этот стебелек, и там иголочка какая-то была, и насажена вот эта розочка. Естественно, я дернул, когда мы начали разбирать этот букет, она и отвалилась. Ой, спасибо, ребят. Ну, это, да, это техника, называется шинирование, когда розы спасают таким образом, да. Но я могу сказать, что это есть в нашем рынке, но, к сожалению, опять вы не туда попали. Нет, к счастью, я не туда попал. Значит, мысль-то именно эта, да, к счастью, что у вас этого не делается, но, в принципе, риски-то такие существуют. Вы знаете, ну, крупная компания себе такого не позволит. Не позволит. Это репутация, да? Во-вторых, вы можете, у нас есть, ну, если вам не понравился букет, вы что-то заподозрили, глядя на него, да, на этот букет, вам на следующий день привезут такой же, вы понимаете, и поэтому... Мне было лень, хотя у меня было желание, да, в этот же вечер поехать и сказать, ребят, зачем вы мне так обидели, тем более, это же букет, понимаете? Ну, это испорченное настроение. Совершенно верно, я рассуждаю, ты видишь, как я купил букет, чтобы порадовать кого-то, приезжаю, и радости нет ни у того человека, ни у меня, естественно. Вот что, это же не просто вы сэкономили на розочки, да, вы испорчили. Испортили всю жизнь. Ну, вот бывает такое, вы знаете, в этом деле надо быть чуткими, потому что мы, когда смотрим, вот у нас есть этот один процент, когда вот есть что-то, мы что-то не выполнили, да, правильно, бывает такое. И у нас вот, у нас сердце слезами обливается, потому что, я понимаю, это может быть чье-то испорченное настроение. Вот это здорово, конечно, надо понимать, да, есть бизнес с железками связан, а есть бизнес, связанный с душами человеческими. У нас такой бизнес, и поэтому люди, работающие там, они, конечно… Вот это важно, это цене любого профессионализма, да, вот это личное отношение, понимаешь. У нас каждому клиенту, я вот честно говорю, вот я первый раз, вот я почему довольна этим бизнесом, почему я здесь остаюсь, почему он очень тяжелый, я сразу говорю, да. И люди, которые работают здесь, это достаточно тяжело работать. Но это настолько радость, когда ты видишь, что люди довольны, люди пишут нам ответные письма, замечательно, чудесно, и переживаешь, когда что-то не так. Это дорогого стоит, я с тобой согласен. Спасибо более, знаешь, у нас есть еще один звонок от Станислава. Станислав, добрый вечер, говорите, вы в эфире. Добрый день, хочется поздравить гостью, как вы уже многие поздравляли, еще раз с наступающим праздником. И у меня вопрос по ценообразованию букетов. Если вы говорите, что риски некупленных букетов не имеют места быть, как можно объяснить то, что в предпраздничные и послепраздничные дни стоимость букета, в том числе и у вас, возрастает 30-40%. Браво, Станислав, спасибо. Оля, кстати, тоже мне показывает большой палец, ей очень вопрос ваш нравится. Спасибо огромное. Спасибо. Шикарный вопрос. Каждый раз сама удивляюсь 12 лет и жду, когда же это случится. Я получу поставку, и она будет в два раза дороже. Не понял сейчас. Это, я вспоминаю, извините, 12 лет тому назад. А вообще, даже когда я первый раз вступила на эту стезю флориста, и первый раз пришли голландские цветы в Россию, и люди заказали 15 лет тому назад, я же не помню этот год. Ну, неважно. Да, и были дешевые цветы. Голландцы не сообразили, что у нас праздник. А, то есть это они, что ли, задираются? Конечно, у нас каждый раз, мы мучаем наших поставщиков заранее, хотя бы понять, какие цены выставить тем же самым корп клиентам. Потому что получается, что если розы сейчас 2 рубля, и мы делаем букеты именно с такой наценкой, допустим, что это 2 рубля, мы получаем цветы на 8 марта, розы стоят 10 рублей. И куда нам деваться, как самим не завышать цены, чтобы я, честно говоря, каждый раз поражаюсь. Ты знаешь, я тебе хочу сказать, я о голландцах был лучшего мнения вот до нашего с тобой сегодняшнего эфира. Да, вы знаете, они прочухали про этот шикарный праздник. Молодцы, молодцы. И у нас такие цены ломовые. Мы каждый раз, я когда смотрю, думаю, о, какой цветок, и это столько стоит. И я сама удивляюсь. Вы понимаете, я столько лет в этом бизнесе каждый раз удивляюсь, и каждый раз боюсь этой цены. Да, собирался я тут в отпуск в Голландию ехать, не поеду теперь. Ну, потому что это непорядочно. Я бы так к вам обратился, господа голландцы. Но так нельзя. Бизнес есть бизнес. Да, на наших чувствах. Бизнес есть бизнес. На наших чувствах наживайтесь. Ну, ладно, бог с ними. Теперь понятно, по крайней мере, почему ценники немножко отличаются именно в предпраздничные дни. Ничего страшного, мы переживем. Я думаю, мы сейчас с вами с удовольствием в очередной раз послушаем новости на Финал ФМ, а потом продолжим нашу беседу. Ну, что ж, друзья, летит время. Кстати, мы с тобой за эфиром начинали, когда, ой, целый час, целый час, что мы будем говорить? Смотри, осталось 12 минут всего лишь. А есть огромное количество вопросов к тебе. Я все время тоже переживаю, поэтому не хватает нам времени. Ну, да ладно. Итак, осталось последние 12 минут. Давайте мы продолжим наш разговор. Ну, и поотвечаем на вопросы от Алексея. Причем, опять-таки, я говорю, что наверняка это логично, что именно мужская часть населения особенно активизировалась, услышав наш эфир. Так вот, Леша пишет. Как можно удивить девушку цветами? Ну, не розы же дарить, говорит он. Ну, опять-таки, имея в виду, наверное, некую оригинальность. Расскажи, пожалуйста. У нас есть на сайте оригинальные, конечно, ну, позиции, да. Допустим, например, вы можете подарить ландыши. Вау. Вы можете в середине зимы или на Новый год. У нас были такие заказы, когда 31 числа в 12.00 мы должны привезти корзину ландышей какой-то там своей любимой девушке. Это первый вариант, да. Вы можете, конечно, ну, таким образом поступить. Вообще, это очень дорого. Ландыши 12 ночи, середине декабря, это очень дорого. Ну, кто-то может себе позволить, скажем так, да. Есть такие варианты, что мы можем сами удивить вас. Например, какой-то необычной доставкой. Извини. Мы можем сами вас удивить. Возьмем, пообещаем, и не привезем, да. Вот и удивили. Молодцы, нормально. Нет, ну, у нас был такой заказ, когда нашему курьеру пришлось карабраться на четвертый этаж и через окно дарить нашему. Подожди, а это ваш креатив? Нет, это мы, да, обговаривали с клиентом, думали, как. Что бы такое, да. И у нас есть в компании альпинисты, и вот они у нас карабрались. Класс. Класс. То есть мы здесь скреативили даже не на цветочках, да, а здесь на доставке. Да, есть два варианта. Или доставку сделать интересно, конечно, как-то, да, необычно. Вы можете придумать сами, или мы можем вам помочь, в общем, отработать, да. Или, например, конечно, цветами. Мы можем найти вот интереснейшие цветы, хочу сказать. И сейчас рынок огромен. Именно мы можем в середине зимы, да, мы можем летом привезти тюльпаны, зимой привезти ромашки. И, в общем, пожелайте, что хотите. Что хотите, желайте, да, все сбудется. Это здорово. Это здорово. Есть еще один вопрос от Маши. Ну, Маша уже так практично, я так понимаю, да, смотрит на эти вещи. Ей уже надарили цветов. Кстати, вот обычная, да, как я говорю, смоделируем ситуацию. Вот девушка, значит, получила огромный букет в подарок, или, может быть, даже несколько на день рождения. Особенно вот в соцсетях все время умиляет, да. Там какое-то огромное количество рост, там, да, 50, 100, вот такой здоровый букетч. И она с ним сфотографировалась и показывает, как это выглядит шикарно. Ну, это действительно выглядит шикарно. Но, с другой стороны, смотри, вопрос от Маши. Как правильно за букетом ухаживать? Ой, отличный вопрос. Что к нему добавлять? Ну, хочется, чтобы он прожил-то максимальное количество времени, конечно. Я могу сказать, что есть три разновидности цветов. Это первое, это весенники, ну, как раз вот то, что сейчас идет, о чем идет речь. И поэтому расскажу, как за каким цветом. За ними ухаживать. Вот, давай. Значит, весенники, обязательно подрезайте под 45 градусов, обязательно подрезайте. 45 градусов. Да, это очень важно. Острым ножом и ставьте именно в холодную воду. Сейчас существует огромное количество средств для того, чтобы они стояли лучше. И если это профессиональная флористика или, например, мы, да, скажем так, мы профессионалы. Скромно, да? Если это профессиональный, ну или мы. Вы, вам привезут специальный пакетик, в котором есть средство, которое поможет, чтобы цветам стоять дольше. Ну, другими словами, вот я взял у вас цветы, поставил их в воду, бросил этот пакетик и все, и не заморачивался. Да, она убирает бактерии в воде, это средство, вот, и не гниют цветы. Если розы, то их стоит подрезать гораздо короче, чем... Подожди, весенники, ты говоришь? Да, это весенники. Розы, это уже не весенники. Не весенние цветы. Это вообще популярные цветы наши, они не весенники. Это вечные. Это вечные цветы, да. Вот, их надо тоже подрезать под 45 градусов, то же самое, ну, только единственное, что это уже тоже холодная вода, и делайте их короче. Не надо ставить вот эти метровые розы в воду и надеяться на то, что она отопьется. Нет, конечно, она никогда до головы не дойдет, ну, до бутона, до самого, до тургора, никогда не дойдет вода через такую ногу. И, в общем-то, вы очень часто принося домой такие цветы, потом печалитесь на следующий день. Они быстрые, да, быстро они. Именно поэтому, что у нее длинная ножка остается. Да, да, и цветок не получает своего питания. И третий вариант цветов, это, конечно, выгоночные ветки. Это сирень, которая сейчас популярная, да, которую вы можете тоже купить. Вибурнум. А где сирень можно купить? У нас на сайте, пожалуйста. Прямо сейчас? Или она еще не цветет? Нет, почему же? Или у вас все цветет? У нас все цветет. Когда надо, да? Гортензия, вибурнум, сирень, можете все купить у нас. Вот, и эти цветы требуют именно кипятка. Да ты что? Да, вот вы их ставите в кипяток на несколько секунд, вынимаете, или до остывания, есть два варианта, или остывает вода, вы срезаете уже вот эти обварившиеся чуть-чуть кончики и ставите, и они у вас будут стоять замечательно, чудесно. А ты можешь как специалист сказать, я, честно говоря, шокирован даже, да, что я привез цветы и в кипяток их сунул? Да, да. Это какое-то зверство, мне кажется. Это не зверство, это их стимулирует, это их вот как раз вот разогревает. Именно потому, что они вот так, они в дикой природе растут, да? Нет, но это наши летники, это ромашки, незабудки, тоже таким же образом. То есть все летние растения и все растения, которые с одревесневевшим стебельком, вот таким образом поступают, в кипяточек ставят. Вот так что, Мария, если у вас весенние цветы, тюльпаны, гиацинты, фрезии, ставьте их в холодную воду, подрезайте под 45 градусов, а остальные цветы спокойно можете обварить чуть-чуть и кончики и поставить также... Здорово, здорово, обварить чуть-чуть, да, звучит очень по-прежнему. Но это правда, если вы хотите действительно вот это так, вот вы можете спасти... Скажи мне, пожалуйста, очевидно всегда мы говорим о том, что в России бизнес, какой бы то ни был, имеет некие отличия от всех, от того, что происходит за рубежом. Вот есть, ну, с точки зрения предпочтений, например, как эти предпочтения выглядят в Европе, в Америке или где-то еще, с точки зрения, опять-таки, да, технологий, с точки зрения, ну, ты знаешь, о чем речь идет. Ну, если предпочтение, то я могу сказать, что вот именно Москва сама стремится, конечно, к Европе. У нас, конечно, уже цветы, если уже смотреть, мы ближе к Европе, конечно, они... А мы смотрим на Европу и поэтому ближе к ней, да? Да, наверное, так, скажем. Мы любим модничать. А наши ближайшие города, конечно, у них пока еще такого, они не могут себе такое позволить. Если с технологической точки зрения, я могу сказать, что мы очень догнали Европу. Вот, и именно вот, ну, в Москве, скажем так, да, что у нас бизнес не сильно отличается. Единственное, что, конечно, спрос не такой, как... У нас нет такого понятия, как цветок на каждый день. То есть, если в Европе... То есть, у нас вот есть, условно, 8 марта, да, 14 февраля, теперь день рождения, наверное. Вот просто так у нас цветы еще не так принято, да, ставить, например, в квартиру, в красивую вазу и наслаждаться. То есть, это есть частные такие случаи. А может быть, это связано с климатом? У нас тяжелый климат, суровый климат. Это у нас пока еще не в крови, скажем так. Так у нас, да. Потому что, как я понимаю, да, учитывая наше сегодняшнее с тобой общение, сейчас все-таки это не проблема достать в любое время года, да, нужный цветок. Это сейчас не проблема. Надо знать просто, к кому обратиться. К сожалению, у нас еще нету такого вот понимания, что можно каждый день приносить домой цветы, и каждый день менять, и каждый день радоваться. Каждый день радоваться. А с другой стороны, смотри, вот я опять, может быть, с мужской точки зрения, да, смотри, если я приношу цветок не каждый день, то это событие, правильно? Если я приношу его раз в год, например, то это грандиозное событие, да, это событие года. А если я буду, так сказать, его каждый день, это становится банальщиной, никто на это же нет. Вы знаете, шикарное у нас есть на сайте, зайдите на наш сайт, висит на этот случай сковородка. Вау, это что, это в ответку ты имеешь в виду? Да, я имею в виду, что если у вас это такое вот, что это раз в год и что-то необычное, ну купите своей девушке на 8 марта в качестве праздничного подарка, там сковородка, а в ней цветы внутри. Такое ощущение, что, нет, это имитация, имитация яичницы. Я просто подумал, представляешь, если пришел сковородкой на 8 марта, то что произойдет потом? Да, имитация яичницы. Там внутри цветы, цветочная композиция, да, но вот поиграйте, пожалуйста. Сковородка, да, ну это здорово. Главное, если даже девушка не сразу поймет, что это не настоящая сковородка, ну это будет не больно, по крайней мере, как настоящая, если бы она развернулась. Это здорово. Кстати, вот это, опять, если говорить о неком креативе, это идея, ваши идеи, ваши идеи, не заимствуете нигде? Нет, нет, могу сказать, что нет. Вот так сидела, вот так думала, решила, а почему бы нет, ну почему бы... А что еще интересного тут? Очень много, да, я люблю, интересно, поиграться над людьми, например, пиво. Вот у нас было только что 23 февраля. Давай так, давай, я тебя поправлю тогда. Я люблю поиздеваться над людьми, я вот сейчас бы так это сформулировал, если ты о пиве сейчас заговорила. Давай, давай. Значит, я люблю смотреть реакцию людей, мне очень интересно, и у нас очень такая удивительная компания, здесь есть такая возможность. Мы смотрим, мониторим, покупается, не покупается. Например... Ну, с пивом расскажи, как это, ужасный этот случай. Ну, это не случай, это у нас креативная работа, визела на сайте на 23 февраля мужчинам, вот, вы можете подарить. Если у вас, ну, мужчина, ну, бывают такие любители пива, неплохо, нехорошо, я к этому нейтрально отношусь, вот, но не надо дарить заведомо уже готовое пиво с кружкой, мы подарили ли кружку с цветами. И вы, если посмотрите, вы не... ну, отличий очень мало. То есть, по сути, там налиты как будто пиво, но там не пиво, там галька специализированная, и как будто пена спускается. А пема это цветы? Это все цветы, да. Это круто. Очень интересная работа. И вот, если посмотреть, у нас особенно к профессиональным праздникам очень интересная работа возникает, у нас идеи прям креативные. Ну, правильно, брызжет, брызжет прям идеи, да? Это нормально. Хорошо, у нас осталось не так много времени, и давай мы поговорим все-таки уже непосредственно о бизнесе. Ну, начали с того, что две компании, да, ты говоришь, по крайней мере, те, которые стоит замечать, в России две компании представлены. Это говорит о том, что рынок очень узкий или наоборот просто еще, так сказать, он недостаточно развит. Вы знаете, нет, он развит, просто уже исторически поделилась. И одна и вторая компании достаточно давно на рынке, и вот конкуренты, они растут, но я не могу сказать, что как бы по университету. Что они вровень, да? Да, они не вровень. И вот мы, 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 в особенно, ну, наша компания, мы специализируемся не только на Москве, а в основном еще в регионах. У нас и Россия охвачена достаточно сильно, а вот как раз компания, которая конкурентна, она в основном в Москве. И могу сказать, сегмент еще поделен именно вот премиум сегмент, они более в премиальной части стараются работать, да, у них ценник гораздо больше. У нас средний чек где-то 4 тысячи, вот так вот. Кстати, вот премиальный сегмент, ну, понятно, о чем идет речь, да, это более дорогие вещи. Они чем обусловлены, что они дороже? Потому что там, ну, опять вернемся, да, там некие экзотические обязательно, да, вещи. Или там опять вот этот креатив буйный, с доставкой или связанной, или еще с чем-то. Почему это дороже? Почему это премиум? А, если, опять же, вернемся к нашему сайту, вы зайдете на наш сайт, там есть вкладка, называется, эксклюзивные букеты, вы не найдете ни одного знакомого вам названия. То есть эти все цветы, эксклюзивная коллекция. Вы не увидите там просто розу. Штучные какие-нибудь, да? Да, да, это штучный товар, который мы заранее заказываем, и который вот еще, вы обойдете всю Москву, не найдете такого цветка, вы понимаете? И есть за что платить, потому что вы будете читать какая-то Брадея, Трителея, Трахелиума, Затамус, вы что-нибудь понимаете? Я нет. Французская, парковая, старинная, роза, пахнущая и т.д. и т.п. И вы ничего не поймете. Вот это я понял. Французская, пахнущая, это я понял. Но это все равно, вы ее вот так вот просто придя в магазин, вы ее не найдете. Вы понимаете, на прилавке. То есть понятно, да, за что платятся деньги? Понятно. Я понял. Хорошо. Оль, ну, времени совсем нет, поэтому я буду закругляться потихонечку. Во-первых, я благодарю тебя, что ты сегодня в этой студии. С наступающим тебе праздником. Спасибо огромное. Несмотря на то, что для тебя это будни суровые. Суровые. Но все-таки я хотел, чтобы у тебя было радостное настроение. Ну, а после праздников ты отдохнешь, несмотря на то, что и, в принципе, неплохо выглядишь в любом случае. Спасибо. Уважаемые дамы, наши слушательницы, также вас с наступающим праздником. Спасибо вам огромное за то, что вы с нами, за то, что нас поддерживаете. А мы, в свою очередь, будем готовы дарить вам любые цветы, даже если это выглядит как распритурция. Распертурция. Спасибо еще раз. Спасибо за внимание. Это был бизнес-класс. Меня зовут Олег Дмитриев. С наступающим. Всего хорошего.